Минус еще один долгострой. Ремонт моста через Ходжибейский лиман завершен. 28 апреля на мосту возобновилось движение по всем полосам. Таким образом двигаться можно шестью полосами в обоих направлениях. Капитально мост начали ремонтировать, а заодно и расширять в 2004 году. Но из-за нехватки срез процесс остановился. Уже в 2017 году проект капремонта моста откорректировали. К работам приступили только в марте 2019 года. А сейчас, говорят в госагентстве автодорог, графика переделена 15 месяцев и сэкономили 100 миллионов гривен. В облгосадминистрации возобновление движения назвали большой победой для региона. отметив, что через мост ежедневно проходят около 35 тысяч единиц транспорта. Мы понимаем, насколько важны сегодня транспортные сполучения, европейские транспортные коридоры для того, чтобы залучать вантажопотоки, пасажиропотоки для экономики нашего региона, для экономики нашего государства. Я хотел бы отзначити качество оборудования и благодарить облавтодору, укравтодору за постоянную увагу к Одесскому региону. Мы видим, насколько изменилось ставление и фаховцев, и современная техника, и современное обладнение. И самое главное, что это создает належные условия и улучшает качество жизни нашего населения. Помимо обновления дорожного покрытия на мосту, обустроили тротуары, установили металлический барьер между пешеходами и дорогой. А чтобы источные воды из моста не загрязняли лиман, установлены сепараторы. Также вдоль всего мостового перехода оборудовано освещение. Мы сейчас стоим на высшей качестве асфальтобетонного покрытия МАА-15. Не можно назвать инновацией, это изваживание в Руси, а саме мостовый дим. То, что не установлюсь не на дороге, а под прогонными будовами мосту. Сепараторные, знову, сепараторы для очистки води. Если посмотреть там, то это такие бочки синю стоят. Ну, намагались сделать больше 95% из украинских материалов. Завершение капремонта моста через Хаджибейский лиман прошло под аккомпанемент президентской программы «Большая стройка». Общая стоимость полной реконструкции. Долгостроя составила 727 миллионов гривен. Отмечу, что движение по киевской стороне уже открыто, но работы под мостом до сих пор продолжаются. В мае здесь установят систему Weight in Motion, которая будет взвешивать фуры прямо во время движения.